Привет, друзья! Сегодня будет, наверное, самый автопный ролик за всю историю канала, потому что мы сегодня будем... Ну, какие мы? Я сегодня буду отвечать на ваши вопросы, потому что канал, наконец-то, достиг 150 тысяч. Я бы не сказал, честно говоря, что это для меня какой-то там вау-праздник. Ну, как-то вот так жизнь уже до этого показала, что если ты ждёшь какого-то события очень-очень долго, и когда оно наступает, то вау-эффекты, к сожалению, не случаются. Вот, поэтому я решил, что сделать в честь такого, ну, знаменательного достаточно события для канала. Ответить на ваши вопросы. Я пост с вашими вопросами сделал себя в Телеге, поэтому обязательно на неё подписывайтесь. Там я выкладываю кучу эксклюзивного контента, разные обзоры, ссылки на очень многие вещи по отличным ценам и так далее и тому подобное. Ребят, Телега для меня это уже соцсеть номер два после Ютьюба, поэтому будет очень круто, если вы на неё подпишетесь. И в будущем я буду подобные эксклюзивы также устраивать там, поэтому ссылочка на неё будет в описании. Но накопилось, кстати, очень немало вопросов. Я выбрал самое интересное, потому что там были всякие однотипные, типа, посоветую кроссовки на лето и так далее. Поэтому, да, я выбрал самое интересное и буду сейчас вам на них отвечать. Топ кроссовок, которые сам носишь. Ну, если говорить про текущий топ, то это практически, ну, не практически все, а три пары кроссовок, которые меня больше всего зацепили из летнего топа. Это New Balance 1906, шикарнейшие Nike Vamera 5, тоже прекрасные кроссовки. Ну и, конечно же, Solomone ACS Pro. Чаще всего ношу New Balance, потому что, ну, они выглядят вот так, что им не страшна вообще никакая пылища, которая сейчас там есть на дорогах. Solomone я использую, если хочу прокатиться в центр куда-нибудь. Ну, а Vamera у меня, скажем так, кроссы запасные вместо 1906. Конечно же, есть и другие пары, которые я ношу для того, чтобы снять для вас обзор и протестировать, скажем так. Но, в основном, это вот эти вот три пары. Прибыльно ли быть обзорщиком обуви? Ну, если вы ведете канал несколько лет, выкладываете там много роликов, то, да, это начинает становиться прибыльным. Ну, относительно прибыльным. То есть, если говорить про мой опыт, я со своей основной работы ушел, если я не ошибаюсь, спустя полтора года. Вот, я начал работать, через несколько месяцев начал вести YouTube-канал. Вот, полтора года проработал и ушел, потому что понял, что YouTube мне... Ну, на тот момент монетизация еще была такая тема. Монетизация позволяла мне существовать уже без работы. Тогда это было около 30 тысяч рублей. Вот, но мне этого хватало, тем не менее, чтобы вести канал. Поэтому, да, прибыльно относительно. Кем работаешь и какие увлечения, кроме шмоток? Так, если говорить про мой опыт работы, я начинал работать с лета 17-го года, как вот только пришел с армии. Поработал полтора года, начал заниматься своим YouTube-каналом. После этого мне стали интересны машины. Мне всегда было интересно снимать машины. Вот, я начал это делать со своим другом. Потом, к сожалению, там не срослось. После этого я пошел, некоторое время работал на YouTube-канале Kickdown оператором. И после этого пошел работать на канал Розеткид. Я там поработал оператором и монтажером полтора года. И вот сейчас, собственно, уже веду полноценно свой YouTube-канал. Просто я вот так решил, что мне все-таки по кайфу больше всего, когда я своим делом непосредственно занимаюсь. И по поводу YouTube-а, что еще можно сказать? Ну, из увлечений, да, увлечения это фотики. У меня есть множество фотоаппаратов. Это и среднеформатная Amamiya 645 Pro. Еще у меня есть Olympus, но который постоянно, блин, ломается. Но очень классная камера, жалко, что ломается. Так бы юзал ее постоянно. Есть еще Canon EOS 50, тоже пленочный. И моя самая крутая камера, это вот этот маленький Olympus MGU-2, который фоткает, блин, практически как средний формат. Если там выкладывать в какой-нибудь Instagram, вы разницы вообще не увидите. Да, очень классная камера. И помимо этого я еще увлекаюсь гитарами. И, кстати, гитарами я увлекаюсь давно. То есть я начал играть, если мне память не изменяет, наверное, со второго курса универа. Это где-то с 13-го года. Я занимался гитарой очень много. То есть как-то вот так нахлынуло, что я начал ей заниматься там чуть ли не по 8-10 часов в сутки. То есть без перерыва. У меня прям очень сильная мотивация была научиться играть. Вот я даже спустя, наверное, год после того, как взял первую электруху, я начал уже спустя год преподавать там для разных своих друзей. Сейчас гитарой постольку-поскольку увлекаюсь. Там раз в день поиграю, не знаю, 15 минут. И с гитарой у меня есть Эдвардс Лиспол Кастом шикарнейший, который у меня в стандартном строю. Я его использую для всяких там классических ракешников и так далее. Есть еще у меня Гросс Рутс, какой-то там суперстрат. Но, ребят, это самая лучшая электруха, которая была у меня в жизни. Вот у меня были и Гибсоны, и Бонеза дорогие, но вот этот Гросс Рутс, он затмевает практически все своим удобством. И есть еще восьмиструнный G.O.C. Это электруха с Алиэкспресса, но которая звучит просто шедеврально. И я ее использую в основном только, чтобы играть в Мишугу и все. Для другого она мне как бы и нафиг не нужна. Ну и третье увлечение у меня недавно появилось. Вот здесь стоит эта плойка пятая. Я сейчас начинаю проходить игры, которые я не успел проходить в свои универские годы. Вот за вообще все последние годы. Вот, ну сейчас перепрошел вот Last of Us ремастер. Второй Last of Us сейчас будет проходить. Гранд Туризма начал опять играть. Поэтому, да, такое, если увлечение, увлечение можно назвать. Да, это у меня третье основное сейчас увлечение. Расскажи о жизни, нахождении себя и так далее. Ну здесь я, ребят, не собираюсь никого учить жизни, там умничать как-то. Ну мой единственный совет, наверное, это делайте то, что вам в кайф. Вот почему я YouTube занимаюсь. Потому что я, ну как-то не представляю, в принципе, себя, если я буду работать на какой-то там классической работе в офисе. Я просто не могу этого представить и все. Поэтому я начал делать то, что мне по кайфу. Ну и для этого нужно упорство. Ну даже не упорство, а больше любить это дело. То есть у вас не должно появиться такого типа, вау, я должен стать там, не знаю, стримером, потому что это прибыльно. Вам должно это нравиться. В первую очередь вы должны понимать, что вы можете дать нового в этом направлении. Как у меня это происходит с YouTube. Поэтому, да, у вас в этом случае все получится. На какие вещи хотел бы сделать обзор, но пока что материальные возможности не позволяют. Ну таких вещей на самом деле немного. Потому что это все в основном какой-то тяжелый люкс. Он не интересен, ребят, поверьте мне. Есть, конечно, разные теквир, типа Арктерикса, Стунайлода, супердорогого. Да, на них было бы интересно посмотреть. Ну а в остальном чего-то такого я себе представить пока не могу. Хочешь ли сделать свой бренд одежды? Это, кстати, вопрос, который мне задают очень часто. И я хочу вам что сказать, ребят. Мне в первую очередь интересно снимать контент, ролики, фотографии. Ну а потом уже увлекаться там производством одежды. Потому что это требует много времени. А для меня на первом месте все-таки YouTube. Возможно, в будущем, если канал станет больше, я смогу как-то делегировать свои полномочия другим людям. Возможно, я займусь полноценным производством своей какой-то там фирменной одежды. Из подобных штук у меня разве что был коллаб с шароварами. Ссылочку на них тоже оставлю в описании, если что. Вот. Но производство полноценного своего мерча у меня пока не планируется. Потому что на это очень много времени нужно, много денег. Но у меня такой возможности пока тупо нет. Как видишь развитие канала в течение года? Двух, пяти лет? Ну, пока точно не знаю. Но единственное, что у меня есть в ближайших планах, это перестать снимать блин дома. Потому что это очень геморно. Вот ты написал план, подготовился. Потом тебе нужно выставить вот этот свет, микрофоны, камеру. Ну, дома это делать геморно. Поэтому у меня в планах сейчас найти какую-то студию. Найти какое-нибудь там коммерческое помещение, чтобы я приходил. Вот так полноценно сразу же мог снимать, работать. Ну, а по поводу контента я это лучше в секрете пока попридержу. У меня есть там разные планы. Но вы это все в будущем обязательно увидите. Кого смотришь на YouTube? Я YouTube смотрю очень много. Я YouTube смотрю очень давно. Еще начиная там со школьных времен. Как только у меня появился только-только интернет. А на данный момент я смотрю кучу всего разного. Вот прямо сейчас я смотрю там стримы по Vice City. Много игрового контента. Ну, потому что вот плойкой обзавелся. Поэтому пытаюсь что-то там наверстать. И помимо этого я также смотрю контент про камеры, про пленку, про гитары. Ну, типа такого. Российский YouTube я практически не смотрю. Он мне как-то не особо интересен. У меня в основном это забугорный. Это, кстати, по поводу того, что я думаю про переход на ВКонтакте. Не знаю. Я ничего, ребят, не думаю. Потому что что должно случиться ВКонтакте, чтобы он стал прям супер популярным. Может быть там сделают лучший плеер. Может быть сделают лучшие рекомендации. Но контента такого, как на западном YouTube, я, к сожалению, на нашем ВКонтакте вряд ли когда-либо найду. Поэтому да. Если вдруг все рухнет, то я буду, ну, скорее всего, разве что развивать свой Telegram. Но про ВКонтакте как-то я не знаю. Не особо оптимистично на него настроен. Чувствуешь ли, приближаясь к 30 годам, ментальную старость? Ну вот по поводу старости вы, блин, конечно, перегнули. Нет, абсолютно нет. Даже наоборот, вот все, что я накопил за свои вот эти 20-е годы, мне сейчас 29, если что, я начинаю это все реализовывать, начиная понимать, что я не успел, пытаюсь это все вот наверстать. Поэтому нет, у меня очень много планов, я пытаюсь многое что сделать. И жизнь у меня сейчас происходит гораздо бурнее, чем, я не знаю, на втором, на третьем курсе универа условно вода. Поэтому да, я никакой ментальной старости не чувствую. Вот если брать мое детство, вот когда мне было лет 7-8, где-то так. Вот там, где я жил, люди в 30 лет уже выглядели, блин, как старики, но их, скорее всего, доводило не окружение, а водка какая-нибудь. Вот, но я себя старым нисколько не чувствую. Какие курсы по операторскому ремеслу ты проходил? Или научился всему сам? Я научился всему сам. Я вам всячески советую не посещать никакие там видеокурсы, потому что, ребят, это оверпрайснутая херня, она вас ничему не научит. Вот если говорить про мой опыт, не знаю, просто как-то сам по наитию снимал, и я вам советую крайне, просто откройте YouTube, и все. Там вся информация нужная для вас есть. То есть, если вы прям пытаетесь самые основы освоить, типа там построение там по третям, освещение и так далее, это все есть давным-давно на YouTube. И, кстати, вот мой гитарный опыт до этого, предыдущий, в этом плане помог. Потому что вот на том же YouTube полно информации было по поводу того, как научиться играть на гитаре, что для этого нужно. Поэтому мне YouTube в этом плане помог. Курсы, тем более в России, это, к сожалению, у нас очень оверпрайснутое дело. То есть, ну, вас там научат штукам, которые вы на YouTube научитесь там за неделю. Только вы отдадите за это там 1070, да? И если говорить, опять же, по моему опыту, единственное, кто вас способен чему-то прям новому научить, они, к сожалению, не занимаются как таковым обучением. Они работают, работают, а как таковых преподавательских курсов у них, к сожалению, нет. Таких людей нужно очень долго искать, нужны знакомства. И да, курсы, это, конечно, дело такое у себя. Предлагали ли тебе когда-нибудь быть амбассадором какого-либо бренда? Или, возможно, ты сейчас являешься, гласно-негласно, амбассадором какого-либо бренда? На данный момент я являюсь амбассадором Суперстепа. Я об этом открыто говорил, у меня об этом в инстаграме моем написано. Других амбассадорств у меня нет. Мне предлагали, но мне пока хватит Суперстепа. Расскажи о себе, на кого учился, кем работал и как пришел к обзорам кроссовок. Ну, рассказывать особо нечего. Я до 16 лет прожил в очень далеких местах, в Брянской области. После этого я поступил в РЭО Пельханова на бюджет, естественно. Потому что в этот универ за деньги я бы никогда не пошел. Отдавать деньги за такое? Нет, спасибо. После этого я пошел в армию. Буквально через 2 дня после защиты всех госов. После армии я пошел работать. Вот поработал полтора года. Ну, а дальше я вам рассказывал уже в самом начале ролика, что было. Сейчас занимаюсь ютюбом и только им и планирую. Пока планов каких-то впереди нет. Так, ну и вроде вопросы закончились. Я выбрал самые интересные для меня. Потому что в основном, ребята, это были всякие по совету икроссы. На лето, на зиму это у меня все есть на канале. Короче, спасибо большое, что посмотрели. Подписывайтесь обязательно на Телегу. Ребята, вы очень сильно поддержите меня, если вы на нее подпишетесь. Потому что для меня это очень-очень важная соцсеть. И там, кстати, будут скоро очень важные анонсы. Один важный был буквально вчера. Так что да, ссылочка на нее будет в описании. Спасибо, что досмотрели. Ждите в будущем еще больше роликов, уже полноценных обзоров. Следующий сегодня понедельник. Вот выйдет, скорее всего, в четверг. И это будет, по-моему, топ. Но топ какой вы увидите очень-очень скоро. У меня на этом для вас все. И всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok